здравствуйте я рад вас приветствовать доме знаний на вебинаре по информатике за 11 класс и так тема нашего вебинара blender 3d или овечка майнкрафт какие же мы рассмотрим вопросы мы поговорим о том как скачать и установить что я скажу чуть дальше рассмотрим интерфейс приложения рассмотрим комбинации клавиш и собственно говоря я расскажу в чем же здесь овечка майнкрафт так вот собственно говоря овечка она появилась и для того чтобы дальше нам продолжить нам понадобится специализированное программное обеспечение а именно blender 3d и собственно говоря в этой программе мы рассмотрим основные базовые такие простые действия которые необходимы для которые необходимо знать для того чтобы хотя бы создать вот такую вот овечку из известной компьютерной игры майнкрафт так ну и собственно говоря лучше всего наверное говорить о том как скачать непосредственно находясь на сайте данного продукта раз мы говорим о том что нужно скачать вот он собственно говоря сайт я еще раз покажу вам ссылку адрес по которому можно скачать данное программное обеспечение дело в том что это свободно распространяемое программное обеспечение которое можно абсолютно бесплатно скачать и установить на своем компьютере еще раз перейду на сайт blender.org в разделе download вы сможете скачать самую последнюю актуальную версию программы на этом же сайте вы сможете найти версию именно для вашего устройства если у вас компьютер на windows он вам сам автоматически определит какая версия вам подойдет может быть у вас другой компьютер устройства macos или же операционная система linux или же вы пользуетесь еще чем-то достаточно специфичным ну и собственно говоря в данный момент у меня программное обеспечение скачано оно загружено и я вам предлагаю посмотреть дальше что же мы будем делать собственно говоря я предлагаю перейти в программное обеспечение blender 3d и рассмотрим как же можно а собственно говоря в течение нашего вебинара какие-то базовые действия которые мы выполним приблизит нас к созданию вот такой вот овечки так перехожу обратно открываю программу blender вот он программный продукт blender 3d он частично русифицирован почему частично потому что не все команды у нас на русском языке хотя это базовая установка непосредственно сайта производителя здесь основное меню состоит вот из этих пунктов верхней левой части здесь наиболее часто используемые кнопки навигации которые нам также понадобятся мы ими будем пользоваться уже по умолчанию в центре окна мы можем видеть некую модель модель куба и здесь расположились еще некоторые элементы допустим вот источник света мы можем видеть также мы видим и другие объекты которые здесь также расположились а камера собственно говоря это у нас камера то есть с какой точки ведется как бы обзор как смотрит сторонний наблюдатель здесь интерфейс приложения достаточно загружен различными командами кнопками инструментами навигации исходу конечно во всем этом не разобраться дело в том что программа практически профессионально здесь можно создавать очень очень сложные объекты не просто даже обычную овечку майнкрафт достаточно сложно объекты создаются в данной программе с помощью этой программы можно делать модели которые например потом можно питать печатать на 3d принтере и собственно говоря в курсе информатики за 11 класс ближе в конце чуть позже я еще раз вам это покажу данный программный продукт и возможности 3d редактора рассматривается на примере данного программного продукта ну давайте посмотрим что мы здесь можем сделать для того чтобы работать в данной программе желательно знать некоторые комбинации клавиш они очень сильно ускоряют работу потому что не всегда удобно искать ту или иную кнопку на панели или же внутри меню так первое действие вы сейчас заметили что я вращаю камеру то есть я смотрю на объект с разных сторон за счет чего этого я добиваюсь я придерживаю клаву кнопку ролик вот это колесико на кнопки мыши на манипуляторе мышь и врачи могу вращать камеру следующее действие которые допустим достаточно удобно было бы при использовании это если я хочу выделить объект собственно говоря это обычный клик мыши я кликаю на левой кнопкой мыши на объекте она объект выделяется так мы можем ну допустим вот эта камера она меня смущает я выделяю камеру обратите внимание она выделилась оранжевым цветом и используя обычную клавишу делит можем ее удалить также мы можем выделить источник света клавиша делит мы ее удаляем так я выделил сейчас основной объект он сейчас единственный так и давайте посмотрим мы хотим на него смотреть с разных ракурсов у нас на клавиатуре у нас существует основная клавиатура и есть цифровая клавиатура в правой части под правой рукой так вот здесь клавиатура нам нам кейс они нам позволяют управлять видом ракурсом и располагать объекты той тем или иным способом допустим нажимаю на кнопку единицу обратите внимание мы прямо как бы смотрим на наш объект спереди нажимаю на тройку посмотрите ракурс немножко поменялся хотя у нас вроде и незаметно но этот изменение видны вот в правом верхнем углу как компас у нас расположились координатной оси z смотрит наверх x сейчас ось смотрит на меня и y как бы идет на горизонте а теперь я нажимаю единицу и они поменялись местами понятие перспектива вам наверняка знакомо то есть это когда параллельные линии уходя вдаль в горизонт они сходятся как будто в одной точке так вот сейчас вот в данный момент вы можете обратить внимание вот эти линии они будто сходятся на горизонте а сейчас я нажимаю на кнопку на нам клавиатуре нажимаю на кнопку 5 цифру 5 и обратить внимание резко все линии стали параллельно это очень удобно если нам важно расположить какие-то объекты друг относительно друга в той тем или иным способом еще раз нажимая на кнопку 5 возвращаемся к обычной перспективе ортогональная перспектива обычная перспектива для этого используется кнопка 5 цифра 5 на правой цифровой клавиатуре но к этому мы еще неоднократно будем возвращаться и давайте попробуем сделать следующее действие еще раз напомню как же выглядит наша овечка в принципе она состоит исключительно из кубических блоков но что-то схоже мы постараемся сделать основной объект у нас уже расположен и давайте добавим еще один куб на наше рабочее пространство что для этого нужно сделать для того чтобы наш кубик не слился с тем который уже имеется тот который я буду добавлять обратить внимание вот на этот объект на это перекрестие которое расположилось самом центре мы его расположим сейчас в другом месте для этого достаточно нажать shift и правую кнопку мыши shift и правая кнопка мыши позволяет сочетание клавиши shift и правой кнопки мыши позволяет нам расположить эту метку в другом месте и собственно говоря относительно этой метки будут появляться новые объекты новый объект можно добавить используя кнопку добавить и нам сейчас нужен куб вот у нас появился новый объект теперь используя я вращаю для того чтобы посмотреть мы видим что он достаточно большой для головы нашей будущей овечки тем более он очень большой так уменьшаем этот объект для этого можем использовать кнопку с он обратить внимание он у нас меняет и теперь двигая мыши мы можем менять размер этого объекта но сделаем вот достаточно маленьким теперь мы можем его двигать используем клавишу g просто английская буква g для того чтобы вызвать команду движения то есть я ее буду этот объект сейчас перемещать а теперь в какую сторону я предлагаю его двигать а предложим его двигать например по оси игреков вот он сейчас я его зафиксировал и для того чтобы двигать этот объект по оси только игреков после буквы g я нажал на клавишу y на кнопку где написано буква y и теперь я могу его двигать чуть-чуть подвинул и относительно вот где мне нужно вроде он расположился так я бы хотел немножко изменить форму так во первых у меня сама овечка чисто кубическая это не очень удобно давайте я изменю форму так и буду менять ее размер допустим это буква с от английского слова sky и менять ее буду допустим только по оси x то есть вот в эту сторону чуть-чуть ее удлиню и может быть теперь я могу голову вытянуть немножко вперед буква g и по какой оси опять это будет ось иксов я ее выдвину вперед так я ее выдвину вперед и располагаю вроде относительно в центре но она получилась опять-таки квадратная я ее сделаю немножко другой нажимаю изменение размера только по оси иксов и чуть-чуть уменьшу можно еще раз изменить ее размер по оси z и может быть чуть чуть увеличу со временем вы поймете мою мысль так теперь давайте попробуем сдвинуть этот объект буква g по оси иксов и предвинем их друг другу все голова как бы у нас условно расположилась теперь мне нужны ножки которые я расположу внизу и для этого я предлагаю немножко поменять вид как я буду смотреть на наш объект я поменяю вид для этого нажму вот эту кнопку и я буду видеть как бы сечение как бы сквозь все наши объекты так теперь что мне нужен мне нужно мне нужен вот этот большой квадрат я могу его скопировать для этого я могу воспользоваться комбинацией клавиш shift d то есть я создал дубль его двигаю но двигать я его буду только допустим по z вниз и сдвину его чуть чуть вниз и сразу поменяю его размер для этого я нажал букву с и сделаю его маленьким я примерно уже вижу какого размера получились не могу себе представить какой какого размера будут ножки я могу еще раз поменять его по оси икс уменьшу примерно чтоб как кубики они смотрелись вроде уже готов и теперь мне осталось лишь расположить его там где мне нужно он все еще выделен я его приподниму по z чтобы он примерно коснулся и я его расположу сдвину по x в эту сторону и сверху чтобы я точно мог позиционировать и по у сдвину его в эту сторону теперь я могу создать копию shift d и буду новую объекты двигать по x в эту сторону выделить сразу два объекта можно с помощью удерживая клавишу shift и выделяю второй объект теперь я снова создаю их дубли двигаю их по оси y здесь и давайте посмотрим что у нас собственно говоря сейчас получилось вот у нас овечка поменяем способ просмотра вот они наши объекты все и вот такие такая формочка у нас получилось собственно говоря мы можем еще раз перейти другой режим выделим все четыре ножки создадим их копию и сдвинем их по оси z вниз зачем мы это сделали так я теперь хочу чтобы контрастные ножки как копытцы чтобы они немножко выделялись поменяю скайл по z то есть я их уменьшу вот такие и теперь хочу поменять их масштаб чтобы они были чуть ниже чем верхние вот эти наши ножки так для того чтобы если я попробую сейчас изменить их масштаб используя с и они видите как будто сходятся вот в эту точку невидимую в центре нет это нам не подходит мы воспользуемся немножко другой формой центровки чтобы них были индивидуальные центры теперь мы можем менять их чуть-чуть чуть-чуть вот так и теперь мы их сдвинем строго вверх так чтобы они у нас как будто чуть-чуть прикоснулись так все вроде ножки расположились давайте вернем нормальный вид и смотрите у нас услуг практически речка почти готова давайте посмотрим дальше что у нас может быть посмотрим наш объект почти похож так теперь дальше если мы продолжим я предлагаю добавить два глазика но с добавим их немножко с иронии таких забавные два глазика и для этого я чуть-чуть сдвину я воспользуюсь возможностью расположить вот здесь у нас условно вот здесь появится два новых глазика используя сочетание клавиш я мог бы нажать добавить mesh сферу или можно сделать сочетанием клавиш shift а mesh и именно в этом месте у меня появится небольшая сфера так используем масштабирование вот у нас один объект давайте смотрим можно его чуть-чуть выдвинуть вот так подвинем еще по какое 7 по y вот он первый глазик давайте еще раз я его подвину по лексу вот так вот один глаз можно чуть-чуть наверно увеличить вот и еще его же дубль мы создадим и сдвинем его по у в эту сторону вот у нас получились вот такие вот интересные глаза так и теперь что осталось сделать я предлагаю в качестве зрачков добавить еще два маленьких таких же глазиком такс не возьму 1 shift d выдвину его вперед и сразу изменю масштаб такс и его мы расположим допустим один вот здесь и второй как shift d и расположим его допустим где-нибудь вот здесь давайте сейчас чуть приподнимем джи а z строго по z чуть выше вот так вот как будто у нас глаза смотрят в разные стороны так теперь можно можно чуть чуть углубить джи а вот так а теперь возьмем добавим еще один блок параллелпипеда для того чтобы изобразить рот для нашей овечки возьмем наш исходный большой кубик для головы создадим его а посмотрим на нее справа с другой стороны ctrl 1 и я хочу посмотреть на нее сверху вот так ортогональная перспектива теперь я создаю копию и двигаю ее только по иксу сдвинем ее чуть чуть вперед расположу вот здесь поменяю обзор изменю масштаб только по z вот допустим вот так и изменим масштаб только по y нет x по x по x допустим вот так так теперь поменяем масштаб только по у так вот так и можем теперь сдвинуть ее поближе движение по иксу можно чуть-чуть углубить и движение по z g по z вот здесь давайте посмотрим вот у нас условно получилось получился объект очень похоже на овечку с нашего и нашей игры minecraft так ее можно расположить например либо на какой-нибудь помост помост тоже достаточно легко создать создадим сдвинем по z вниз внизу можно под ней расположить такой объект так мы можем его чуть чуть увеличить допустим по x чуть-чуть и по y чуть-чуть вот и можно создать эффект будто она стоит на травке то есть покрасить но собственно говоря в рамках данного вебинара я не ставил целью показать как можно покрасить тот или иной объект об этом можно поговорить следующий раз а лучше всего будет если вы найдете ответ на этот вопрос хотя бы в учебнике или на уроках на нашем сайте дом знаний дело в том что я вернусь сейчас в нашу демонстрацию дело в том что мы занимаемся по учебнику издательство просвещения одиннадцатый класс автор поляков как быть если вы хотите получить такой же учебник можно пойти в библиотеку школы но в условиях пандемии которая сегодня нас всех поглотила есть другой вариант большинство изданий в том числе издательство просвещения пошло навстречу всем обучающимся и на этот период открыло доступ ко всем своим учебникам абсолютно бесплатно вы можете видеть ссылку https media.prosv.ru перейти по этой ссылке мы можем перейти откроется вот именно по этой ссылке media.prosv.ru откроется раздел помощь вовремя бесплатной электронной формы учебников на три месяца издательство просвещения открыло бесплатный доступ для всех образовательных организаций к электронным формам учебников вы точно так же можете получить доступ к этим учебникам что для этого нужно во первых вы можете ознакомиться с инструкцией которая здесь же приведена но в двух словах скажу нужно авторизоваться кнопка авторизации в правом верхнем углу там сейчас мое имя и собственно говоря за логотипом школы его не видно попав на эту страницу авторизовавшись для авторизации вам нужно сначала зарегистрироваться вы попадаете потом в раздел библиотека здесь вы можете выбрать свой класс мы сейчас на вебинар для 11 класса значит вы выберите 11 класс выберите предмет который вас интересует в данном случае информатика и вы можете найти учебник нужного вам автора ну в данном случае нам нужен учебник полякова вот он 11 класс часть 2 можно его спокойно открыть и читать можете ознакомиться с содержимым учебника действительно это полноценный учебник только в электронной форме и вот он как раз раздел трехмерной графики где вы можете ознакомиться с тем как например хотя бы применить какие-нибудь материалы и текстуры к тем моделям которые вы создали эта тема это глава 9 она полностью посвящена в этом учебнике именно разделу работы с трехмерными моделями в программе Blender и собственно говоря еще раз повторюсь вернусь на нашу демонстрацию покажу ссылку и название учебника и на этом собственно говоря у меня сегодня все до новых встреч в доме знаний